Добрый день, добрый вечер, уважаемые друзья! Вы смотрите Арктик ТВ в прямом эфире программа «Знаки». В этой программе мы занимаемся построением гороскопов, натальных карт, отвечаем на вопросы, даем советы, астрологические советы. Ну и сегодня программу я веду один, я астролог Сергей Сгазинский. И перед началом программы хочу предложить вам посмотреть ролик о велошколе «Мишки». Спортивная роллер-велосамокат-школа «Белые мишки» приглашает детей и взрослых учиться катанию на роликах, велосипедах и самокатах. На улице зима, а у нас в спортзале всегда лето. Не упускайте возможность тренироваться на велосипедах и роликах круглый год. Не откладывайте на потом, а успеете уже сейчас научиться кататься. Прокачайте свои навыки и подготовьтесь к летнему сезону. Занятия ведут опытные наставники. Они научат ваших детей и вас кататься с самого начала, уверенно двигаться, совершенствовать свои умения, выполнять трюки, готовиться к соревнованиям. На базе спортивной школы работает прокат снаряжения. Телефон 208-006, 208-006. Спортивная роллер-велосамокат-школа «Белые мишки». Мы занимаемся круглый год и независим от погоды. Напоминаю, чтобы вам, уважаемые друзья, построить вот эту самую астрологическую карту или натальную карту, как она называется, или гороскоп, или радикс, как в Древнем Риме говорили, да, корень, радикс. Нам необходимо знать следующие данные от вас. Это как вас зовут, конечно, дата вашего рождения, время, когда вы родились. Очень хотелось бы узнать и место вашего появления на свет. И если эти данные у вас под рукой, вы можете сразу нам звонить и задавать вопросы. Телефоны вы увидите на экране. Единственная просьба – не писать смс на эти телефоны, потому что они используются только для передачи звука. Также вы можете написать нам в группе ВКонтакте. Вот у нас специальная группа. Называется «Астрологический центр знаки». Тут вот все расписано, что мы делаем. И даже есть такая вот специальная услуга. У нас можно получить краткий бесплатный совет-звездочет. Звездочет – это я. И совет даю тоже я. Это вот с помощью телевидения Арктик ТВ, такого замечательного канала, мы здесь можем провести такую экспресс-консультацию. Ну, здесь очень много разделов. Ваши вопросы, вот вопросы приходят, их очень много накопилось за последние десятилетия. Там можно полистать, посмотреть. Кто-то убирает свои вопросы. Но мы просим, чтобы вопросы не убирались, потому что вдруг потом кому-то интересно это будет посмотреть. Обучение астрологии, да, вот мы набираем новый курс. И спрашивают тут нас, какие условия обучения, когда оно начнется, что в результате этого обучения будет и так далее. Мы это все высылаем только в личной переписке. То есть не выставляем, иначе различного рода мошенники сейчас существуют. Они просят заранее платить там или еще что-нибудь такое сделать. Поэтому мы вот только в личной переписке это делаем. Значит, отзывы, пожелания. Тут нас можно поругать, похвалить. Пожалуйста, как хотите. Конкурсы разные были. И вот это тарифный план. Кстати, вчера была полнолуния в знаке весов. И вот что нанесет, здесь можно тоже прочитать. А сегодня, сегодня у нас 29-е, завтра 30-е, 31-го появится новый лунный календарь на ближайший месяц, который покажет, как будут развиваться там события в течение месяца. И мы тоже рекомендуем вам им воспользоваться. И каждый год мы проводим такую лекцию специальную. Называется она «Лунный календарь». Собираем очень много народу. Обычно в областной научной библиотеке это проходит. И здесь мы все это показываем. Кстати, хочу сказать, что меня пригласили 24 апреля на ночь библиотек в город Колу. И там библиотеки, я буду рассказывать про астрологию, отвечать на всякие вопросы. Поэтому, если хотите, приходите. Но ваш приход надо согласовать с руководством или администрацией этой библиотеки. Ну и что у нас, как всегда, у нас ответы на вопросы. Я вопрос сегодня выписал на листочке. Поскольку работаю один, никто мне не подскажет, что и как делать. Вот Екатерина нас спрашивает. Добрый день. Хочу поинтересоваться будущим своей дочери Валерии. Узнать, что говорят они и звезды. Сейчас ей 14 лет, у нее сложный переходный возраст. Говорит, что никогда не выйдет замуж, что не создать семью, что друзья ей не нужны. Хочет быть одиночкой по жизни. Какое русло ее направить, чем помочь? И дата рождения. Ну, конечно, можно отвечать с различных точек зрения. Можно отвечать с точки зрения психологии и педагогики. Это к Диме Зицеру, да, на маяк. А мы отвечаем с точки зрения космограммы. Так, итак, вносим данные. Ека Екатерина. Так, 27 января 2007 года. 27 января 2007 года. Время час 07. Время 0,1.07. Мурманск. Сейчас все построим. Видите, в астрологии сейчас кнопочку нажал, и все готово. Средневековый астролог полдня тратил, если не день, чтобы только рассчитать. А потом еще день начертить. Это все было сложно. Итак, смотрим Екатерина. И проверяем сразу. 27 января 2007 года. Это была суббота. 1.07. Город Мурманск. Итак, итак. Вот она сама космограммка. Вот так она расположена. Видите, солнце водолеи. Седьмой градус водолея. Там находится солнце. Солнце находится в самом низу. Вот самый низ. Вот это верх карты, а вот это низ карты. И низ карты всегда показывает, что человек хочет сидеть где-то дома. Что ему где-то спокойно, где он спит. Что должно быть что-то хорошее такое. И здесь достаточно много планет, которые отвечают за дом, за счастье человека и так далее. А поскольку солнце водолеи, такие люди всегда, они весьма своеобразные. Водолей – знак непредсказуемости. Водолей – знак инновационный какой-то. Свободный и так далее. А солнце – это наше «я». И наше «я» раскрывается вот только внизу. Вот только там, где есть родители, где есть что-то еще. Извините, какой-то вопрос пришел. Сейчас мы на него ответим. Алло, здравствуйте. Видите, что приходит, да? Какие-то странные вопросы. Наверное, и вам, уважаемые телезрители, сыпется вот это вот все на голову. Но и нам тоже. Я, конечно, думал, что здесь будут мошенники. И сегодня мы с ними поговорим. Поэтому телефон оставляю включенным. Вдруг они позвонят. И мы их выведем на чистую воду. Итак, значит, Екатерина. Внизу вот это вот все собрание такое, да? Меркурий, который отвечает за общение, видите, он с Нептуном в соединении. То есть человек в своем мире. Он глубоко погружен в себя. Напротив планеты Сатурн, все сжимающее. Поэтому человек такой вот, он не особо общительный, не особо открытый. И это правильно. Это его личное устройство. Дальше Луна. Луна – эмоциональный мир человека. Луна в тельце находится. И Луна в тельце показывает, что человек такой хотел бы стабильности какой-то. А Сатурн, видите, Сатурн и Луна вот в такой вот квадратуре астрологической – это показатель того, что человек еще глубже, глубже, глубже в себя погружается. Поэтому не надо мучить человека, да? Хочет пока одиночество. Пусть в этом одиночестве находится. Это первое. Этот год очень тяжелый, просто ломает человека, да и следующий будет не подарок. То есть у вас два года становления, такие показаны. Ну и, конечно, здесь надо подбирать профессию, где человек будет один, вне коллектива, очень хорошо работать. А может быть, прямо дома на диване будет работать. А может быть, будет каким-то вот интересным психологом, логопедом или еще каким-то деятелем, который занимается психологией ребенка. То есть вот вкратце вот такие характеристики. Ближайшее время трудное. Человек действительно замкнут и погружен в себя, но это ничего страшного. Он просто так устроен. А дальше с семьей все, все нормализуется. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Галя. Галя. Вам делаем? Да. Вам строим карту? Да, да, мне. Галина. Дата вашего рождения? 1962 год. А день? День мне, 19 июля. 19 июля 1962 год. Время знаете рождения? В смысле рождения? Ну, время, когда вы родились. Нет, я не помню. Ничего не можете сказать. Просто без этого нам точности тут не получить. А спросить не у кого, да? Да. Мама увидели с армолета в Архангельске. Я в Архангельской области была. В Архангельске, да, родились? Да. Так, Архангельск, смотрим. 19 июля 1962 года. Был четверг, время не знаю. Архангельск. Как у вас прошлый год прошел? У меня как-то тяжко показано. Ой, вы знаете, я в чем причина. Хотела спросить. Каждый год падаю. Все время падаю и падаю. У меня прямо уже то ребра ломают, то ноги ломают. Ну, травмоопасность здесь вот нарисована. Так, а почему вы падаете? Может быть, вам как-то ходить с палочкой? Или там беречь себя? Да не знаете, я быстро-быстро хожу. А тут видно, скользко, наверное, где-то было там. Ну, у вас вот что стоит, значит, здесь? Во-первых, вы очень такой шустрый человек, как электровенник тут заводной. Вам хочется, вот несмотря на то, что знак рака, да, вот такой вот очень быстрый человек. Хочется очень быстро все сделать. Это первое. Второе. Второе. Травмоопасность очень велика и очень высока. И в этом году тоже. И в этом году тоже. Поэтому, пожалуйста, ну, ходите хотя бы с палочками. Возьмите эти вот палочки для ходьбы, сейчас есть. И с ними ходить не торопитесь никуда. Потому что свернуть себе что-нибудь в этом году можно, но не нужно. Поэтому обувь нормальная. Когда там заметает, не выходите. Но вот ведите себя как человек уже в возрасте. Осторожно. Вы знаете, дело в том, что уже если у меня тракторные сапоги купил, все равно падаю. А может тогда на такси ездить? Я на пенсию, у меня пенсия маленькая, не наездит. Ну, понимаете, а на лекарства дороже. А куда вы ходите? Вот давайте начнем с того, куда вы ходите? А, ну, я подрабатывала, снег убирала. Вот бегаю. Еще и снег убирайте. Может, на какую-то другую работу перейти полегче? А вы знаете, я в Североморске живу. Нас тут работы нету. Ага. Ну, я не знаю. Мой совет будет такой. В этом году нельзя, нельзя ничего тяжелого поднимать. Нельзя никуда спешить и нельзя падать. А вы можете сказать, не на будущее, на жизнь? Ну, что на будущее? А в чем вопрос? Вы переезжать не собираетесь? Я бы с удовольствием, но меня никак на переселение не ставят. Ну, не знаю, что тут делать. Тут, знаете, тут вот прогноза не сделать из-за того, что нету времени рождения. Здесь можно только сказать, что если вы в этом году никуда не шлепнетесь, не шлепнетесь никуда в этом году, то дальше будет полегче. И годика через два, ну, как бы будет поспокойнее. Ну, и все-таки я бы, ну, не рекомендовал такому человеку что-нибудь копать. Может, что-нибудь поискать другое. Может, почтальоном. Может, почтальоном каким-то поработать. Может, еще чем-то. Компьютер изучите. Сейчас для пенсионеров есть специальные курсы изучить компьютер. Ну, это вы знаете в Мурманске. Я же не буду ездить каждый раз. Есть же дистанционные курсы. Есть же дистанционные курсы. Правильно. Дистанционные. Так что вот здесь над этим подумать надо. И если вы вот куда-то торопитесь, торопитесь на кухне у себя. А больше нигде. Вот и все. Ну, на кухне вообще, да. Быстро все летает, да? Да. А вы знаете, можно мне еще узнать про сына? Про сына. Он очень выпивает. Как сына-то зовут? Решатов Валерий. Валерий. Фамилии не надо. Дата рождения? 1986 год. А, дата? Дата, день? 17 сентября. 17 сентября 1996 год. Правильно? 86. 86. Время рождения Валерия. А днем? Поточней. А, сейчас. А где родился Валерий? Он родился в Казахстане, на Байкануре. Городок назовите мне, пожалуйста, еще раз. Город Ленинск. Ленинск. Кустанайской области. Живородинская область. Что-то нет у меня. Ленинск. Ну, это Байканур. Город Ленинск. Живородинская область. Байканур, да? Да. Ну, это как называется? Ленинск город называется. Просто я говорю, что Байканур. Ну, у меня его нету. А область как называется? Кзылардинская область. Кзыларда. Понял. Кзыларда. Так. Говорите, слишком сильно, да? Употребляет. Ой, как получит, как начнет, не может остановиться. Но на работу ходит. На работу ходит. А что его не переспорить? Он такой вот человек упертый, что ли, или что? Он очень упертый. И могу уговорить, чтобы не пил. Ну, видите, тут уже уговорить-то невозможно. Тут надо меры какие-то принимать. А лететь в полон тоже не будет. Он один раз поддерывался. И ты еще хуже стал пить. Ну, дальше у меня еще хуже. Если не лечиться, тут года через полтора до белочки можно дойти. Поэтому очень рекомендуется, ну, что-нибудь сделать, хоть закодироваться там. Да, он кодировался. После кодировки вообще и стал пить. Может, другие меры какие-то. Он там же живет, где вы? Да, он женой в квартире. А работа у него, чем он занимается? Он работает пятидесягаром. Ну, не знаю, что делать. Не знаю. Надо лечиться. Либо брать себя в руки. Но он сам себя в руки не возьмет. Ему нужна помощь какая-то. А все идет к тому, если помощи не будет, будет тяжело. Года через полтора вообще в разнос. Года через полтора в разнос, и там можно и работу потерять, и так далее. Поэтому надо, ну, как-то, не знаю. А кого он слушает? Вот он вас не слушает. А кого он слушать будет? Вообще никого не слушает. И что мы можем сделать? Даже не знаю, что. Вот и я не знаю, что. Хорошо. Поэтому, поэтому, ну, как бы говорить можно с ним. Он же, как бы, говорить-то можно. Нет, я его уговариваю, но он бы ваше. Тогда денег нет и не выпивает. А когда получится, сразу выпивает. Вот. Может быть, забирать у нее сразу все? Нет, он деньги мне не дает. Или поговорить с руководством его фирмы. Может быть... Ой, нет, я не хочу. А то он меня вообще прибьет. Ну, здесь что сделаешь? Видите, ничего не сделаешь. Живем дальше. Надеемся на лучшее. Вот и я надеюсь. А он женат? Нет, не женат. Потому что самое лучшее, что может произойти... Вот самое лучшее, что может произойти. Через год он встретит женщину. И как-то там что-то у них закрутится. Вот это самое лучшее. И она уже будет... Передадите в надежные руки. Как бы у вас тоже такой показатель есть. Там полегче становится. Передадите в надежные руки. И, может быть, там как-то у него будет чуть полегче. Да я бы рада, чтобы вы с жене с ним уже. Ну, все мы рады. Ну, вот... Вопрос нерешаемый, понимаете? Вот что мы с вами говорим? Ясно. Но надеяться надо. И как бы что-то делать надо. И разговаривать с ним все равно надо. Так что вот все, что я вам могу сказать на сегодняшний день. Ну, ладно. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. И вам всего хорошего. Не болейте. Спасибо. Так. Напоминаю, что телефоны можно увидеть у нас на экране. Номер телефона. По этому телефону звонить. И вот мы с вами побеседуем. Может быть, что-нибудь увидим. Ну, конечно, нас как астрологов, в первую очередь, интересует время рождения. Из времени рождения мы ничего сделать не можем. Даже средневековый астролог, когда не было, не было, представляете, никаких часов или общего времени рождения не было. Когда кто-то рождался, он бежал на башню и смотрел, где там какие планеты находятся, где какие там планеты очерчиваются, видны. И есть возможность, например, эти планеты просчитать. Поэтому время рождения. Так, я так понимаю, нам звонят. Пожалуйста. Алло, алло, здравствуйте. Как вас зовут? Вам звонят, точно. Я вам звоню. Да, очень приятно. Добрый день, Сергей Михайлович. Вы знаете, я к вам обращалась перед Новым годом, перед операцией. Дай бог вам здоровья. Спасибо. Вот как сказали, слушать врачей чувствую себя великолепно. Ну, видите, это не мне здоровье, это врачам здоровье. Это они вас спасают. Здоровье, потому что вот как воду глядели. Ну, ничего там в нашем случае особенного нет. Все это наша медицина, дай бог ей развиваться. И врачи добрые, замечательные люди. И так далее. Будем вам строить или что? Да, вы знаете, дело в том, что, Евгений Михайлович, у меня через месяц новая операция. Посмотрите, пожалуйста, как у меня там, что там мне ожидать. Ну, давайте, дата рождения. Дата рождения. 12 января, 50 сегментов. Время есть, нет. Рождение. Да, да. Время, да, где-то 17.05 или 17.10. В Мурманске? В Мурманске. В первом роддоме. Я тоже в первом. Мы земляки. Так, 12 января 1957 года, Мурманск. 17.05, это была суббота. 17.05, это была суббота. Смотрим. Да, я знаю, что было суббота. Смотрим, что... Смотрим, что вы человек боевой. Настойчивый. Боролись всю жизнь, с кем не знаю. Наверное, вы еще очень коммуникабельный человек, разговорчивый такой. Предки у вас, мама, наверное, была такая вот сильная женщина, влияла на вас. Ну, что я вам скажу? Пока ничего плохого не наблюдается. Сейчас я вот добавлю тут кое-что. На ближайшее время ничего плохого не наблюдается. Вот смотрю я внимательно. Не вижу чего-то плохого. Аспекты все позитивные. Говорится о том, что с лета... А вы... А вы замужем? Нет, я вдова. Вы из лета можете познакомиться с кем-нибудь? Знаете? Вы знаете, вот только не обижайтесь. Я понимаю, что... И я вам очень верю. Желания просто вот нет. Я так рада, что когда вся Россия сидела дома, мне мои дети скинулись, купили квартиру, перевезли меня. И я вот уже 5 апреля буду праздновать в центре города. Да, дай Бог детям моим здоровья. Просто видите, ситуация очень хорошая, счастье какое-то показано, в том числе и личное. Но если ничего не хочется и терпеть не хочется другую половину, ну тогда и не надо. Тогда это пройдет в другом счастье. Но счастье показано. Ничего плохого вам сказать не могу. Если назначают, лечитесь. Пока есть возможность. Этот год хороший для лечения. Если назначат еще какие-то процедуры. Если назначат там санаторий, пожалуйста, едьте. Да, 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 да. Едьте, все у вас будет пока тьфу-тьфу-тьфу. Но это пока. И поэтому в этом году надо все успеть. Вы знаете, что я хотела еще у вас спросить? А там, ну, до следующего года внуков у меня не планируется. Вот, понимаете, счастье большое показано. И, как бы, если бы вам было 25 лет или 35 лет, я бы говорил, что у вас заведется ребенок. Но если вот сейчас это все смотреть, то, возможно, ребенок тоже появляется, ну, где-то вот в вашей семье. Если вы ждете внуков, они могут завестись. Ну, вот что-то, дети, вот с этой обстановкой не собирается ни одна дочь, ни вторая. Ну, обстановка хорошая, на самом деле. Все лучше. Сейчас нам всем сделают уколчик. И все это пройдет. Мы все это забудем. Ну, по крайней мере, вот это счастье личное, то есть это личное счастье, которое у вас показано, оно длится с этого лета по следующую осень, по осень 22-го года. Поэтому с лета 21-го по осень 22-го ребенок завестись может. А кто его знает там, как и чего у них? Это они так говорят, а на самом деле, что будет, мы не знаем. Говорят, одно происходит другое. Поэтому вот так. Но вы очень такой человек, понимаете, настойчивый. И очень вот так вот сильно их не калашматьте по этому вопросу. Они сами примут решение, что им делать. Нет, вы знаете, я... Вы правильно говорите. И я такой, да, вот как вы сказали, такая я и есть. Но вот за этот год, то, что они такой подарок для меня три семьи, трое моих детей сделали. Ой, шикарную квартиру мне в таком месте на Бурково купили. А у меня взрослая собака вчера и 15 лет. Для нас это... Ну, Дуня... Ну, вот, вот, живите. Я заказываюсь, что это может быть. Живите, радуйтесь. Пока вот хорошие времена, пользуйтесь всем, что есть. Поэтому удачи вам и счастья. Всего доброго. Спасибо большое. Ваши слова Богу лучше. И вам всем, пожалуйста, берегите тоже себя. И в вашем программе просветания большого. Спасибо большое. Спасибо за сихами. Так, значит, видите, уважаемые телезрители, вот как судьба складывается у человека. Когда-то там сложности какие-то, человек может заболеть, а потом появляются новые возможности, судьба преподносит подарки какие-то. А потом раз, опять что-то такое, как доля и недоля, завязанные на линии жизни. И об этом нам расскажет небесная канцелярия. Здравствуйте. История человечества содержит разные толкования понятия судьба. Да и синонимов здесь много, особенно у русского народа. Доля, недоля, рок, участь, будущность, планита, предназначение, талант, счастье. В этих словах есть элементы непредсказуемости, предопределенности, необратимости. Судьба понимается как некая воображаемая сила, которая определяет события. Над кем стряслось, над тем избылось. С другой стороны, это случайность. Говорят же, что кому-то жребий выпал родиться под счастливой звездой. Есть еще одно понимание. Это то, что исходит от Бога и координирует жизнь человека. Провидение. Отсюда выражение. Суда Божия на добром коне не объехайте. Пущен корабль на воду, сдан Богу в руки. В греческих мифах судьба в виде трех сестер плетет нити жизни. Мойры – лахисис, дающая жребий до рождения человека. Клота – предыдущая нить судьбы. И антропос – неотвратимая. Приближают будущее. В римской мифологии богинями судьбы также были три парки. Нона – детсыма, покровительница ребенка на девятом месяце жизни. И Морта – богиня смерти. В образе судьбы, как случая, выступает Фортуна, бывшая ранее богиней урожая и материнства. То есть тех важных особенностей областей, которые во многом зависели от случая. А вот у славян судьбой управляла Макошь. Она тоже прилла нити судеб. И, кстати, покровительствовала женским рукоделием. Ей помогали две сестры – Доля и Недоля. Небесные пряхи нитей судьбы каждого из нас. Доля воплощала с собой счастье, удачу, а не доля – лихо, горе, беду. Так что будем знать, у судьбы, согласно народным поверьям, женский характер. Непредсказуемый, изменчивый, каприсный. Однако и современный человек не промах. В схватке со слепой, неотвратимой, накликанной, прирожденной судьбой он тоже может одержать вверх. Надо только проявить волю, мужество, мудрость и, как говорится, приложить старания. Всегда с вами на связи. Небесная канцелярия. А мы продолжаем отвечать на вопросы наших уважаемых телезрителей. И вот Екатерина продолжает. Мы один вопрос по поводу дочери разобрали. И следующий опять. Значит, добрый день. Задумываюсь о смене своей профессии. Я учитель. Какие направления деятельности мне подойдут? И вот дата рождения. Еще вопрос. Как скоро я сменю место жительства, другой город? Ну, давайте посмотрим. Сейчас мы еще Екатерину наберем. Тут дочь Полина была, а теперь сама мама Екатерина. Значит, у нас тут по рождению 28 апреля 1984 года. 28 апреля 1984 года. Пермский край. 15-20... Нет, 17-20. Нам надо по местному времени. Программа все переведет. Город Чайковский. Чайковский. Какая страна большая, да? Даже некоторые города и не знают, что они были. Проверяем. Екатерина, 28 апреля 1984 года. 18-20. И... Ну, 15-20 по Москве. Ну-ка, разница 6 часов с Гринвичем. Значит, 3 с Москвой. И Москва... Так, 28 апреля. 28 апреля – это летнее время уже было. И в 84-м мы переводили стрелки часов. 15-20 по Москве. Ну-ка, сейчас я, извините, исправлю. Исправлю. И что же нам делать, если мы здесь поставим 0,3? Она не убирается здесь. Никак ее не подкорректировать. Ну, ладно. Будем отвечать на 17-20. На 17-20. Так что уж очень извините. Это как бы вы должны были. Так, 28-е. Итак, Екатерина. Екатерина у нас учитель. Екатерина, вы телец. Солнце в тельце. И если Солнце в тельце, вообще человек вот такой вот, он затихает, замирает. На каком-то месте напротив находится Сатурн, погружается в себя. Вот вы спрашиваете, в кого дочка? Дочка в вас. Сатурн тоже влияет. Он Солнце забивает, погружается. И вы не хотите, ну, как бы меняться, да? У вас стабильности хотите. Хотя Луна в Овне. Луна в Овне. Такой вот заводной человек и так далее. И вот вы спрашиваете, когда вам все менять. Так вам все менять надо было в прошлом году. В прошлом году, вот в начале этого все менять. Сейчас Уран у вас пройдет по Солнцу. И все, и перемены закрыты. Следующий год связан с тем, что Сатурн, который здесь вот в Водолее находится, он будет очень сильно напрягать это Солнце. То есть вы погружаетесь в себя. Лучше в это время ничего не менять. Потому что если вы что-то начнете, будет ого-го. Ого-го, что? Поэтому здесь вот так вот надо очень осторожно этот год прожить. И ничего в этом году не менять. Не рекомендуется менять что-либо. Значит, восьмой дом выделен. Так, Солнце в Близнецах. Смотрите, МЦ в Близнецах. Близнецы под школой можно. Меркурий. Меркурий во восьмом доме. Нет, здесь надо каким-то бизнесом, каким-то дополнительным заработком заниматься. Может быть, в школе сократить немножечко нагрузочку. Или не брать ее очень сильно. Вот интересно, кто вы по специальности школьной. Может, вы какой-то экономист школьный, географист. Там что-нибудь вот такое. И здесь, наверное, вам надо, наверное, вам надо заниматься подготовкой детей к каким-нибудь экзаменам. Вот, может, что-то усовершенствовать в этом плане. И здесь собственная деятельность вот такая вот на благо себя показана. Поэтому в этом году готовьтесь к этой деятельности, ничего не меняйте. А со следующего года выходите на эту деятельность поактивней, и у вас все будет хорошо. А в школе немножко сокращайте нагрузку. Берите там 18 часов, там, ну, чуть-чуть, чтобы было, да, чтобы не мучиться в этом направлении. Или вообще там как-то, да. И вот параллельно две таких работы было бы здорово. Потому что, например, если вас поставить в торговлю, ну, не особо торговля видна. Видны какие-то действия предпринимательские, когда вы создаете под себя какую-то, ну, я не знаю, что это, какие-то люди под вас работают, на вас. Вот это бы было, ну, как бы здорово. Но если вы вот один на один будете там с учеником работать, а может, вы психолог, я же не знаю, может, вы психолог, тогда надо вот свой кабинетик как бы открывать, свою деятельность делать и так далее. А со школы уходить уже, ну, как бы, куда вы уйдете? Вы пойдете в какие-нибудь бухгалтеры там, экономисты или госслужащие, и будете на низших позициях сидеть там с утра до ночи работать, и смысла в этом никакого не будет. А у нас звонок. Алло, здравствуйте. Алло, алло. 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 Здравствуйте. Меня зовут Людмила. Людмила. Я из Мурманска. Очень приятно. Вам делаем карту рождения, да? Да. Сейчас, сейчас, одну секундочку. Сейчас, Людмила. Дата рождения. 5 сентября. 5 сентября. 57-й год. 957-й год. Время рождения знаете? Нет, это время. Нам трудно. Нам трудно без времени рождения. В общих чертах сказать можем, но не более того. Где вы появились на свет? Место вашего рождения. Кто? Где вы родились? Место рождения Мурманск. 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 Смотрим. 5 сентября 57-го года. Поставил на 12 часов. Солнце в Скорпионе. В королевском градусе Скорпиона. Марс рядом. Меркурий рядом. Какой-то вы талантливый человек показан. Талантливый человек. Не знаю, чем занимаетесь. Но какие-то таланты присутствуют. Возможности присутствуют. Активность большая. Переживательность огромнейшая. Огромнейшая. Все время копаетесь, ковыряетесь. Психологизм глубокий. Там себя все время изъедаете. Мне кажется. Говорите, что во всем виноваты вы. Хотя это не так. Вы поспрашивайте, что вам интересно. А что у меня с личной жизнью? Сбавлюсь не от одиночества. Но смотрите, тут же надо иметь желание. Во-первых, вот как у нас женщина звонила. Есть возможности, а желания нет. Надо, во-первых, иметь желание. Сейчас я посчитаю. Вам полных 64. Получается, будет 63, будет 64. Сейчас мы тут посчитаем. Тут надо посчитать. 17, 20. Вот скажите, 37 лет вам было. 37, да? Было там что-нибудь интересное? Любовь какая-то, там, может, счастье какое-то. 37 лет? Да, когда вам было 37, да. Ну, ничего там хорошего не было. То есть... Скорее всего, нет. Скорее всего, нет. Но вы потом повспоминайте. По крайней мере, показатели такие и есть. Там были сложные отношения с мужем. И ближайший развод. И после этого развод был. Все, я понял. Я понял. Но здесь что? Тут двоякое состояние в этом году. Вот смотрите. Как интерпретировать, не знаю. С одной стороны, в этом году такая вот грустинка какая-то показана. Уход в себя какой-то показан. Как-то вот вопрос такой, нужен ли кто-то, если он появится. Вот таким вот образом. А с другой стороны, с другой стороны, показана возможность все поменять в жизни. Вот все поменять в жизни. Начинаются новые приключения. Начинаются новые приключения. И вот эти приключения... Вот действительно приключения. И эти приключения начинаются примерно с лета. И продлятся года полтора, если не два. И вот за счет этих приключений, за счет вот этих перемен больших, которые здесь нарисованы, можно что-то сделать. Только надо не бояться сделать шаг туда. У вас есть какие-то планы на лето? Вот что вы будете делать? Какая перестройка? Может, она уже в голове у вас обрисовалась? Нету никаких планов гигантских? На лето я планирую только поездку в Питер, свадьбу у младшего сына. Ага. Ну вот там и развернитесь. Там, собственно говоря, и разгуляйтесь. И вот показатели с лета у вас хорошие. Я не могу сказать, что это вот как бы вот здесь точно читается, что будет вот какая-то личная жизнь хорошая. Но то, что вот с приключений это все начинается, здесь показано. То есть впереди у вас сплошные приключения. И они, собственно говоря, очень хорошие. И вы вот с кем-то можете познакомиться, это уж точно. А ответить так, что когда одиночество закончится, сказать не могу. Нету точного времени рождения, а общие направления такие хорошие. Но здесь единственная переживательность какая-то у вас внутри. Что-то вы себя пилите. Прекратите это делать. Уже хватит. Переливаю. Всю жизнь пилили. Я постоянно. Всю жизнь пилили. А здесь надо как-то себе улыбнуться. Улыбнуться, отпустить всех подальше. И радоваться жизни и всему происходящему. Тем более у вас такие события замечательные впереди. Я надеюсь, что судьба будет хорошо. Ладно, всего доброго тогда. Спасибо вам большое. До свидания. Значит, мы немножко вернемся к Екатерине. Я тут все не рассказал Екатерине. Всего доброго. Немножко не рассказал Екатерине. Там еще вопрос скоро. Я сменю место жительства. Место жительства надо посмотреть. Когда оно меняется, такой запутанный фактор имеется. Но место жительства, когда там уран уже проходил, что не сменили место жительства, да, еще там что-то было. Вот так вот, глядя в глаза этой карте. А когда у нас, например, 30, отсюда 30, 60, 60. Ну, в этом году. Если в этом году не меняете, то и не поменяете пока. А так вот на этот год хорошие поездки, хорошие приключения. И на этот год вот с лета. И вот в следующем году уже, в следующем календарном году, уже надо начинать то, что вы планируете делать самостоятельно. Ну, мы обрисовали это. Если этим летом не уезжаете, так и поживите пока здесь. Ничего страшного. А перемены, что-то менять вам не рекомендуется. Потому что будет очень тяжелый переезд. И есть ли в нем смысл. То есть езжайте просто отдыхать. Вот так вот. Так. И у нас еще Ольга пишет. Сергей Михайлович, спасибо за ответ. Надеюсь, что полтора года уже позади. Значит, не сдаюсь и стараюсь устоять еще годик. Вот это мы на прошлом прямом эфире озвучивали. И этот вопрос. Светлана спрашивает. Добрый день, Сергей Михайлович. Хотелось бы обратиться к вам с маленькой просьбой. Понимаю, что таких, как я, очень много. И вы всех направляете в нужное русло. Но это как получается. Иногда мы ничего не можем разобрать сами. Переехали с дочуркой в Санкт-Петербург уже почти пять лет назад. Мечта детства. Но с работой и личной жизнью не складывается. Зовут Светлана. Значит, даты рождения есть. Время рождения есть. Время идет. Хочется семью и хорошую работу. Но пока довольствуемся тем, что есть. Но все же хочется встретить свою судьбу, создать семью и устроиться на работу, которая полностью удовлетворит меня. Заранее спасибо. Большой такой вопрос. Огромный. Надо тут посмотреть все. Знаете, у нас в Мурманске у астрологов вопросов по переезду, наверное, очень много. Они на втором месте после личной жизни выходят. Потому что все хотят отсюда уехать. Понятно, почему. Климат не тот. И жизнь уже немножечко не та, какой хотелось бы иметь. И при переезде складывается такое обстоятельство, что люди иногда не понимают, зачем они едут. Они просто уезжают отсюда, но от себя не убежишь. И когда их спрашивают, что они там будут делать, они не знают. Но они там купили недвижимость, они хотят туда переехать. А работ там нету, зарплата там не та, друзей там нету. Приехали как бы к родственникам, а родственники не самые лучшие люди в этой жизни. И так тепло они не встречают, как хотелось бы. И поэтому здесь иногда вот случаются казусы. И иногда даже при указании на переезд люди возвращаются потом, потому что не нашли себя. И, как говорится, от себя не сбежишь. Итак, Светлана, давайте посмотрим. Светлана, 3 мая 1983, 3 мая 1983, 15-20, 15-20, Кандалакша. Значит, смотрим, 3 мая 1983, вторник был Кандалакша, 15-20, Кандалакша. Ну, смотрим, смотрите, 13-й градус, солнце в 13-м градусе Тельца. А Луна в 25-м Козерога. То есть, видите, вы человек земной, приземленный, и надо все рассчитывать и просчитывать. Потом, смотрите, Марс, Марс в 21-м градусе. Марс на мужчину указывает в гороскопе женщины. Ну, и вот, смотрите, только что, буквально, ну, вот, несколько недель назад, Нептун, планета эйфории, планета, когда вот сносит голову и крышу, делала аспект очень позитивный к этому Марсу. Ну, неужели вы ни с кем не познакомились? К Марсу делала аспект. Потом, значит, этот Нептун в следующем году, через год, будет аспект делать клутни, которая в пятом доме в Козероге находится, и отвечает за линию, там, пятого-одиннадцатого домов. Там год через полтора, тут вообще ребенок стоит, ребенок стоит, и любовь стоит, и все стоит. Единственное, что в этом году, поскольку Сатурн из Водолея делает квадратуру к Солнцу, транзитную квадратуру к Солнцу. Даже если вы познакомились с этим человеком, и он будет дальнейшим вашим выбором, он может вам не понравиться. Он может вам не понравиться на сегодняшний день, но здесь надо его как бы отбросить в сторонку, нравится вам или не нравится. Нужен расчет, кто будет отцом вашего ребенка, как он будет относиться к вам и так далее. Ваши чувства тут пока не пробуждаются. И вот только здравый смысл и здравый расчет поможет вам создать личную жизнь и все, что с ней связано. Относительно работы, ничего пока сказать не могу по работе, будет не очень хорошо. Возможно, через годик-полтора вы ее бросите. Но там есть возможность уйти в декретный отпуск. Поэтому займитесь личным делом, откройте все свои аккаунты, которые они есть, поставьте туда замечательные картинки, сделайте фотосессию в красивых платьях, разместите это все, да, и побольше общайтесь. Но самое главное здесь делать все расчетливо и трезво, и не искать каких-то слишком высоких чувств. Может быть, я плохо говорю относительно создания семьи, но у вас вот так немножко по судьбе нарисовано, что надо немножко посчитать. А у нас вопрос. Алло. Алло, алло. Алло. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Наталья. Вам делаем. Меня зовут Наталья. 8.08.1970. 0.08.08.1970. Время знаете? Где-то 17.30. 17.30. Где вы родились? На Украине. А городочек какой? Город Новомосковск, Днепропетровская область. Новомосковск. Новомосковск. По-моему, такой в Тульской. Да, Днепропетровская есть, Днепропетровская, Новомосковская. 8 августа 70-го года, суббота была, 17.30. Ну, Московск, Днепропетровская. И вот ваша натальная карта. Смотрите, Солнце во Льве с Марсом в соединении. Прямо рыцарь какой-то печального образа. Потому что Сатурн здесь делает, прячет это Солнце. Вы такой вот человек, с одной стороны, вот надо как бы выйти на сцену, а с другой стороны, вы прячетесь немножечко, побаиваетесь это сделать. Перемены большие видны. Вы не руководите чем-нибудь? Алло, алло, Наталья. Алло. Алло, вы чем-нибудь руководите, кем-нибудь командуете? Нет, я сейчас на Вольничном, но я не командую, нет. И не командовали? Нет. А зря. Здесь очень хорошие показатели. Вы спросите, что вас интересует? Этот год меня интересует. Этот год тяжеловатый. Тяжеловатый этот год. Все меняется. Работу не собираетесь поменять? Алло, алло. Да, я вас слушаю. Можно поменять работу, можно поменять все, что угодно, но тяжеловатый, надо потерпеть этот год. Этот год, ну, сложный показ. Сложный. И вести себя надо осторожно, ни с кем не спорить, а вас не переспорить, вас не переспорить. Ни с кем не спорить, все отпустить, заниматься собой, только собой, проявлять здоровый эгоизм. Ну, вот, как вы сказали, у вас со здоровьем сложности, заниматься только здоровьем и только восстановлением. Вот что можно сказать. А следующий год, уже следующий будет легче намного, намного легче. Но здесь показаны очень большие изменения. Все в жизни будет меняться, все можно по-другому сделать. И если вам эта жизнь надоела в той формации, в которой вы живете, можно на все плюнуть, все бросить и начать жизнь чистого листа. А вы кто по специальности? И я педагог. А, командуете. Командуете, конечно, детьми. Командуете детьми. И вот, и работаете, и занимаетесь. И в этом направлении у вас очень хорошие показатели. И вы, наверное, прирожденный, просто педагог прирожденный. И все у вас будет замечательно. Вот чем могу на сегодняшний день. Уважаемые друзья, наш эфир подходит в концу. И в завершении предлагаю вам посмотреть небольшой ролик про велошколу «Белые мишки». Спортивная роллер-велосамокат школа «Белые мишки» приглашает детей и взрослых учиться катанию на роликах, велосипедах и самокатах. На улице зима, а у нас в спортзале всегда лето. Не упускайте возможность тренироваться на велосипедах и роликах круглый год. Не откладывайте на потом, а успейте уже сейчас научиться кататься. Прокачайте свои навыки и подготовьтесь к летнему сезону. Занятия ведут опытные наставники. Они научат ваших детей и вас кататься с самого начала, уверенно двигаться, совершенствовать свои умения, выполнять трюки, готовиться к соревнованиям. На базе спортивной школы работает прокат снаряжения. Телефон 208-006. 208-006. Спортивная роллер-велосамокат школа «Белые мишки». Мы занимаемся круглый год и независим от погоды. Уважаемые друзья, всего вам хорошего, хорошей и доброй недели. Звоните нам, пишите, а мы выйдем в следующий понедельник в программе «Знаки 2.0». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...